Абонент Союз Абонент Союз Абонент Союз Абонент Союз Абонент Союз Я думаю, мы такими акциями вычистим город. И радует еще, что на наши вот эти все мероприятия реагирует горсовет. Они нас страхуют, я так понимаю, или мы их страхуем. Вот здесь уже вопрос. Но факт в том, что дело делается. Теперь лестница снова готова стать неизменным местом романтических свиданий. А наши субботники продолжаются, но об этом уже в следующих программах. Абонент Союз Ходит в школу, не голову помыть, не постирать толком. Котлы наши отключены. Помыться невозможно. Холодной водой или как раньше в тазике. Причина бед этих людей кроется в отсутствие одного единственного документа. Акта проверки дымоходной системы. Такую проверку должны бы проводить представители ЖЭКа. Согласно утвержденному графику. Но все не так просто. Ведь такой график не утвержден. Да и проводить проверки некому. Так как эти каналы давно не проверялись, человека, который находился на балансе здесь, уволили. Газовая служба пришла и отключила все приборы газового хозяйства, которые есть. Представители газового хозяйства утверждают, что действуют в интересах людей. Мол, подача газа в дома с неисправной дымовой системой может привести к настоящей катастрофе. Пойти на крайние меры и отключить дома их заставило полное игнорирование проблемы со стороны коммунальщиков. За последние несколько месяцев количество несчастных случаев в быту просто катастрофически увеличилось. Пока мы не стали массово отключать, скажем так, газовые приборы с неисправными ДВК, в принципе, были практически только отписки. Требовать объяснений мы направились к начальнику жилищно-коммунального управления Кировского. Виновными во всей этой катавасии чиновник считает руководство газового хозяйства. Мол, правила ужесточили без предупреждения. А на то, чтобы устранить неполадки во всех домах поселка, у коммунальщиков денег нет. Ведь эта услуга в тарифах не предусмотрена. Вентканалы не герметичны, и поэтому сейчас требования строгие. И отключены дымоходные оборудования, отключены от подачи газа. Оказывается, что проверять дома и тем более ремонтировать дымоотводную систему в управлении просто некому. Да и лицензии для этого коммунальщики не получили. Эти обязанности управление ЖКХ переложило на частную контору, которая прежде всего обслуживает Феодосию. Так что на кировчан у специалистов просто времени не хватает. К тому же услуги частников придется оплачивать гражданам из собственного кармана. Решить проблему мы потребовали у поселкового головы Кировского. Это можно все решить до следующего отопительного сезона. Зачем 10 лет брать? Это же не крышу строить. Возьмете вопрос на личный контроль? Так я его не то что возьму, это будет анонсессия рассматриваться при формировании бюджета. В любом случае кировчанам придется ждать нового бюджета. Местные власти обещают включить в него и дополнительную дотацию на решение газового вопроса. А что из этого вышло, мы обязательно проверим и расскажем в одной из наших следующих программ. А сегодня все. Это была телевизионная скорая помощь. 60-10-05. Абонент Союз. Звоните. И вместе мы заставим чиновников выполнять свои обязанности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова